Река Хапер. Сегодня лёд тронулся. Вот видим, какие большие глыбы льда на обочинах берегов реки. Вот льдины плывут, уже их мало осталось, маленькие льдинки только плывут. Классная масса льда ушла вперёд по течению. Разлива ещё большого пока не видно, но льдины большие. На противоположном берегу видим, какие большие горы льда. И вот смотрим, вот эти льдины, которые идут по левому берегу реки, они упираются в эту гору ледяную. И льдинки на льдинке наскакивают и вверх поднимаются. Или отбиваются и идут дальше. Вот смотрим. И коряги, и деревья целы. Всё уносит вода за собой. Вот наблюдаем, как она идёт. Идёт по-прямому. Зацепит эту снежную гору или нет ледяную. Проходит мимо. Даряется ближе к ледяным этим глыбам. По скольжению и идёт по направлению реки. Не хочет на берег наплывать. Потому что поток ледяных глыб не очень большой. Когда было много льда, и эти глыбы друг друга толкали, они, соответственно, не справлялись с направлением потока воды и шли прямо на этот берег, создавая такую ледяную горку. Вот какая большая льдина плывёт. Вот следующий. Вроде бы ушли большие льдины, и теперь вновь наплывают новые. Значит, где-то ещё в верховьях реки опять пошло вот это расторжение реки от льда. Лёд в верховьях начинает трескаться, и помаленьку он уносится в течение воды. Вниз по течению. Вот там, видим, какая-то посуда плывёт, как бы баклажка. Неизвестно, что это за баклажка. Или форма льда такая, круглая, но интересная. Это льдина на льдину нашла. Да, бочка, в виде бочки. Это льдина на льдину. А, льдина на льдину. Да. Сейчас я поднимусь наверх, и с высоты моста увидим это зрелище, поток льдинок по реке. Вот так они плывут, ударяясь друг об друга, создавая шум. Некоторые налетают на края берегов и остаются там до определённого времени. Теперь давайте запечатлеем это сверху. Движение потока льдинок по реке Хапёр. Мы находимся на высоте моста. Вот так видно, как идут эти льдинки по реке. Конечно, это уже прошло где-то полтора часа, как для тронса, может где-то час сорок. При начале, конечно, было тут больше потока, как очевидцы рассказывают. Но я приехал уже с опозданием на час. И вот видим, мы только уже, как говорится, то, что остаётся нам видеть. Льдинки вот друг на друга набегали. Слева видим, справа сколько льдинок. Слышим шум. Там ещё лёд вот не тронулся. Он ударяется в край ледяного берега. И по изгибу идёт по направлению потока воды. И создаёт такой шум. Льдинки бьются. Дробятся, соответственно. Из больших льдинок в дальнейшем уходят более раздроблённые. Они, соответственно, быстрее таят. И пока дойдут ниже по течению, они, соответственно, уже или растают, или совсем раздробят. Вот она в льдинке впереди на льдинке. Дерево прямо с корневой системы. Вывалим с корневой системой. Дерево большое. Вот видим, какие коряги плывут. Вода очень мутная, грязная. Много, конечно, хлама разного. Ну, большинство это древесного направления. Это основное дерево. Всё это уходит вниз по течению. Слышим, какой шум создаёт течение этих льдинок. Тручься о ледяной берег. Там вот тоже начинается дробиться лёд. Он, конечно, тронется тоже у берега, который будет дальше идти по течению. Но пока он стоит на месте. Вот большая льдина ударася о берег, расправляется и идёт по течению реки. Вот такое течение льдинок по реке Хопёр. Мне пришлось запечатлеть на видеокамеру. Конечно, можно это и запечатлеть и в памяти своей. Но в любом случае на видеокамере мы можем в любое время посмотреть на это зрелище. А памяти мы только можем его сохранить на некоторое время. Представление, которое скоро может истереться.